Всем большой привет! С вами, как обычно, Сальса Геймер, и у нас для вас готов очередной ролик. Как обычно, мы за 2-3 минуты расскажем вам об анонсе игры или предстоящем релизе. Приятного вам просмотра! Сегодня мы вам расскажем об изометрическом боевике с элементами RPG под названием The Ascent, что переводится как Восхождение. Досматривайте, пожалуйста, видео до конца, чтобы оно не утонуло в море Ютуба. Рекомендуйте его друзьям, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если у нас впервые. Чтобы не пропускать новые видео, смело бейте колокольца. Вам не сложно, а нам очень приятно. The Ascent – экшен-РПГ в духе модного на данный момент киберпанка. Место действия – планета Велес. В этом месте обитают разного рода космические существа. А заправляет, согласно классике жанра, могучая корпорация Ascent Group, а вы – ее пешка. И так уж выходит, что внезапно корпорация исчезает, а вы – остаетесь сам по себе. В аркологии Ascent Group сразу начинается кровавая резня. Все от мала до велика вступают в борьбу за власть. От представителей других корпораций до уличных банд. Чтобы выяснить суть произошедшего главного героя, предстоит пройти от трущоб до богатых кварталов. Сделать это можно будет как в одиночку, так и в кооперативе еще с двумя-четырьмя людьми. Кооператив возможен как с друзьями через раздельный экран, так и с незнакомцами по сети. Но с незнакомцами по сети по-любому веселее. По стилю игра сильно напоминает Alliance Shooter. И судя по прохождению разработчиков на странице игры в Steam, стрелять в нее придется гораздо больше, чем разговаривать. Помогать друзьям и сеять разумное, вечное, светлое, объяснять врагам, в чем они неправы, можно будет не только через огромное количество оружия, а также через гаджеты. Так в ролике видно, что герой сможет управлять гигантским экзоскелетом и механическими щупальцами, атакующими противника из-под пола. У игры также присутствует вся атрибутика RPG. У героя будет с получением опыта повышаться уровень и появляться новые возможности и способности через гибернетические аугументации. К тому же он будет на уровнях собирать лут, который можно будет надевать на себя и куда же без гиберимплантов, которые помогут еще лучше кастомизировать персонажа и подстроить его под личный стиль игры. Также разработчики обещают тщательно проработанные локации с уровнями, расположенными один над другим в гигантских небоскребах. Возможность одновременно захватывать две цели во время боя и свободно переключаться между ними. Изменение уровня прицела и проработанную систему укрытий. Выйдет игра 29 июля на Xbox и в Steam. Игра сразу будет включена в Game Pass. Обещают разрешение 4К и частоту кадров 60 pps. Во что веришь, когда смотришь на стримы разработчиков? Выкашивание врагов посредством лазерного и огнестрельного оружия, взрывы, все смотрится превосходно. Русский язык в виде интерфейса и субтитров прилагается. И это все, что мы хотели рассказать об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание и не бомбите попусти там. Субтитры сделал DimaTorzok